День 1668, Алекс на связи. Некоторое время назад я делал довольно интересное решение в умном доме. Я фактически подключил телевизор к микрокомпьютеру Raspberry. И с него этот телевизор транслировал разную информацию. То есть, изначально я пробовал сделать туда большой дашборд, на котором выводилась разная информация полезная. То есть, это о датчиках в умном доме, температура, влажности. Погоду на улице выводил, разное состояние устройств. Включено или выключено там свет где-то или еще что-то. И также еще и выводил небольшие картинки, снимки с камер. Чтобы можно было видеть, что происходит в какой комнате или на какой-то камере отображается. Конечно, хотелось использовать и другие возможности. Для телевизора не очень удобно. Сам дашборд именно такой статический. То есть, там бывает дело так, что еще выводят разные расписания транспорта. Или там какой-нибудь список покупок выводят. Это тоже удобно. И в принципе, там может быть какой-нибудь план на сегодня, например, выводится. И можно будет оперативно посмотреть любую информацию на этом дашборде. Но, конечно, также еще я на телевизор поводил разные интересные вещи. Это, допустим, мог включить какое-то видео, которое могло показываться циклически, например. И, например, море. Или, допустим, камин. И довольно интересно. В комнате становится приятнее. И находиться. Ну и также со звуком может быть видео на телевизоре. И тоже очень полезно. Для каких-то таких развлекательных целей. Ну или просто там делал так, что у меня показывалась картинка. Сделал небольшой там скриптик на веб-странице. И который там плавно менял картинки периодически из архива. И тоже, в принципе, довольно приятно. Там вечером включил. И он там крутится непрерывно. И всегда там приятно посмотреть на эту картинку. Ну, также можно сделать еще, чтобы туда выводились все при необходимости информации, например, с видеокамеры. Если эта камера используется как дверной звонок. Или просто в коридоре. И, допустим, там определилось движение. И, соответственно, там включить эту камеру на этот телевизор, вывести. И там, в принципе, можно очень быстро посмотреть, кто пришел. Ну и если там вообще дом, то можно там и многие, там несколько камер выводить. И я делал так, что у меня без какой-то там системы видеорегистрации особой просто выводился поток с трех камер. Ну, точнее, там я выводил с четырех. Но в реальности нормально работал только, когда поток выводится с трех. Потому что не хватает пропускной способности у Raspberry. И, соответственно, там и видеопамяти у нее не хватает для того, чтобы корректно обрабатывать такой поток информации. Но это если транслировать видео. Если, например, там показывать картинку. То есть, есть разные системы для регистрации видео, которые можно установить на этом микрокомпьютере. И он тогда просто будет там, допустим, раз в минуту обновлять картинку. Или там, можно сделать, раз в секунду обновлял. То есть, любой периодичностью. Ну, тогда, конечно, нагрузка будет поменьше на отображение. Но в этом случае, в принципе, сама система обработки видео в виде регистрации. Она тоже занимает производительность этого микрокомпьютера. И некоторые задачи могут начать работать и помедленнее. Но если это используется более мощный компьютер какой-нибудь уже на другой архитектуре. Он, конечно, может справиться с такими задачами гораздо проще. И тогда, действительно, можно там выводить несколько камер при необходимости в онлайне. Без всяких дополнительных каких-то обработок. Ну, еще делают на базе этих телевизоров разные другие интересные вещи. То есть, можно установить сверху на этот телевизор еще зеркало. И тогда, фактически, будет таким умным зеркалом являться. То есть, там можно будет что-то показывать при необходимости сквозь это стекло. Но, на самом деле, нет большой нужды, конечно, там. Потому что, если это зеркало находится в ванной, то, во-первых, там и влажность высокая. И такие устройства могут и проработать долго. Ну, и всегда проще там рядышком повесить какой-нибудь планшет. На котором будет просто эта информация отображаться постоянно. Вне зависимости от того, используется сейчас зеркало или не используется. У меня, например, там в комнатах есть в разных этих дешбордах на базе планшетов. И, конечно, нет никакой необходимости там совмещать их с зеркалами. Они, конечно, может быть, и там было бы красивее, если их не было бы видно. Ну, тогда и смысл потерялся. Если их не видеть, и там информацию на них можно посмотреть только там отдельно. Там дав команду какую-то для отображения этой информации. Также есть еще и, конечно, разные другие варианты отображения. Например, можно для того, чтобы сделать эту большую видеостену, так сказать, и там показать какую-то информацию или картинку, или видео, то можно подключить, например, к Яндекс.Станции. У них есть возможность выводить видео. Тогда там тоже и заставку какую-то можно сделать, которая будет постоянно крутиться. Ну, и при необходимости можно будет там запустить какое-то видео, или когда слушаешь музыку, там показываются картинки или видеоролик соответствующий. Ну, тоже, в принципе, довольно интересно. Но, конечно, Яндекс.Станции не умеет выводить разную информацию полезную. То есть, это, конечно, тоже достаточно большое ограничение в использовании. В этом плане, конечно, там свой сервер использовать, который может показать любую информацию, гораздо больше возможности даст. Но, на самом деле, когда, допустим, выводил я даштборд на телевизор, например, Raspberry, он сильно нагружается, даже если это просто там одна веб-страничка, на которой эта информация будет отображаться, периодически меняться. То есть, сами страницы веб, они уже достаточно ресурсоемкие, и производительность сильно падает, памяти тоже может не хватить, если это версия, допустим, микрокомпьютера, у которой там один гигабайт памяти. И, в принципе, начинает еще и греться. То есть, из-за этого еще и производительность может снизиться, в каких других функциях. И даже я, когда использовал там старые компьютеры и ноутбук, когда подключал, в этом случае тоже нагрузка на этих старых ноутбуках и компьютерах, она настолько высокая, и даже там одна страничка уже заставляет их там постоянно включать вентилятор в активный режим, и активно хвоздать процессор. То есть, в принципе, иногда может быть не очень удобно. Но также еще, конечно, на этот телевизор можно вывести там много разной информации полезной. А вообще, если есть желание, конечно, можно там поставить какой-нибудь проектор, и тогда вообще там можно и на всю стену сделать отображение, и будет, в принципе, неплохо включить какую-то картинку или какое-то видео, и будет очень интересно выглядеть эта комната в этом доме.